И возвращаемся к событиям в Латвии. Трагический случай в столичном районе Дзирсцемс. 18 января полиция обнаружила во дворе одного из частных домов, замерзшего на смерть мужчину. Рядом с ним несколько суток на морозе просидел пес. Еще несколько собак находились в доме. Три питомца доставлены в приют для животных Улубала, но четвертый все еще прячется где-то в доме. Подробности у Галины Солодовник. Это пес по кличке Ролес. Именно он сидел несколько суток на морозе рядом с уже умершим хозяином во дворе собственного дома в Риге. Выглядит испуганным, однако погулять с сотрудниками приюта не отказывается. А Рипсис и Маза, прижавшись друг к другу, сидят в углу вольера. Дрожат, но не от холода, а от страха. Видимо, эти собаки общались только с одним человеком. С Ролесом он, похоже, иногда гулял, а остальные очень пугливые. Они, скорее всего, постоянно находились на территории дома. Мы их пока оставили в покое. Наши сотрудники стараются их социализировать с помощью угощений. Но надо дать животным время, чтобы они привыкли и чтобы подготовить их к адаптации. О том, что во дворе одного из домов в Дзир-ЦМС лежит без движения мужчина, в полицию сообщили его соседи. Они слышали, как воет пёс, думали, что он голодный, и заглянули через дырку в заборе. Прибыв на место происшествия, полицейские констатировали, что, к сожалению, человек уже несколько дней мёртв. Это было очевидно. В Дзир-ЦМС выяснилось, что на него зарегистрированы четыре собаки. Ту, которая была на улице, поймал полицейский. Ещё двух в доме поймали вызванные на место происшествия сотрудники приюта Улу-Белла. Но поскольку и дом, и двор очень захламлены, четвёртую собаку найти не удалось. Этот дом, к сожалению, из тех, где живёт человек-собиратель. В нём полно вещей, разного хлама. А собаки оказались пугливые. Сразу поймать очень трудно. И мы установили клетку-ловушку с едой и питьём. И здесь начались проблемы. Поскольку был обнаружен мёртвый человек, госполиция начала расследование. Дома печатала. А проверять, попала ли собака в клетку, надо хотя бы один раз в день, говорят в приюте. В госполиции нам посоветовали обратиться в полицию самоуправления. Там ответили, что они не могут заходить внутрь собственности опечатанной госполиции. Госполиция, в свою очередь, сказала, что у них нет ресурсов ездить туда. Но в итоге удалось договориться, что один раз в день полицейские всё же будут туда приезжать. Руководитель приюта Улу Белла намерена обратиться в Министерство внутренних дел. Она говорит, необходимы правила на случай, если хозяин животных погибает или в беспомощном состоянии отвезён в больницу, а всех его животных сразу забрать нельзя. Не может быть так, что имущество просто опечатано. Ведь согласно гражданскому закону, животные тоже имущество. Должно быть другое оперативное действие, уверена Илза Джонсоне, чтобы каждое животное было защищено от холода, от боли и, по возможности, быстро доставлено в безопасное место.